МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как сообщают российские СМИ, возгорание произошло 6 февраля в строительной бытовке на улице Родниковой. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электроприборами. Родители девочек установлены. Ими оказались уроженцы Кыргызстана, проживающие в Москве. Сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах произошедшего и выясняют, почему дети оказались в строительном вагончике и где в момент пожара были их родители. Аналогичный случай, напомним, произошел в Астане в ночь на 4 февраля. Пожар уничтожил дом и унес в жизни пяти девочек-сестер, младшей из которых было всего три месяца. Родители в это время были на работе. В Бишкеке на улице Абдрахманово, ниже Большого Чуйского канала, обнаружен труп маленького ребенка. По данным Пресс-службы ГУВД столицы, тело было найдено еще 3 февраля. Но сообщает об этом правоохранители только сегодня. В данный момент проводятся необходимые экспертизы для установления возраста и причины смерти ребенка. По предварительным данным, ему было несколько месяцев. Факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков. Проводится работа по установлению личности матери-малыша. Очередное уголовное дело расследуется в отношении бывшего судьи межрайонного суда Бишкека. По данным Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, по фактам злоупотребления должностным положением и вынесением заведомо неправосудного судебного акта. Следствием установлено, что судья межрайонного суда вынес незаконное решение и передал право собственности на недвижимое имущество земельным участком по адресу Скрябина, 45, Бишкеки, одному из ОСО, хотя по уголовным делам на это имущество был наложен арест и по решению суда оно подлежало конфискации в доход государства. Речь идет об участке, который был оформлен на Ульяну Пак, доверенный лицу сына бывшего президента Курманбека Бакиева. По делу об отмене ареста на участок проходил и экс-председатель государственной регистрационной службы Тайрбек Сарпашев. В 2017 году сообщалось, что он исполнил решение суда об отмене ареста на данное имущество. Тогда генпрокуратура внесла в правительство представление об увольнении Сарпашева. Он был освобожден от занимаемой должности. Но позже ГКНБ прекратило уголовное дело в его отношении в связи с отсутствием состава преступления. Свидетели по особо важным уголовным делам будут брать под усиленную защиту. МВД разработала новые правила, проект закона внесен в парламент. По словам заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, предусматривается личная защита важных свидетелей. Тому, кто будет давать важные показания, предоставят охрану. Тех, кто может причинить вред свидетелю, к нему не подпустят. Любое взаимодействие будет пресекаться. Ни телефонных разговоров, ни переписки, ни встреч, отмечает МВД. Также со статьей 80 Уголовно-процессуального кодекса предусмотрена мера безопасности в виде официального предостережения о возможном привлечении к уголовной ответственности. Помимо всего прочего, проект предлагает обозначить сроки рассмотрения заявлений свидетелей, нуждающихся в защите. И к другим новостям. С 15 февраля в Бишкеке заработает система электронной очереди. Информационная система рассчитана на автоматизацию процесса записи детей в первый класс в государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения. Как предполагается, электронная запись исключит человеческие факторы при приеме детей в ту или иную школу и позволит минимизировать коррупционные риски. А также упростит родителям запись ребенка в образовательное учреждение. Выбрать подходящую школу можно будет в режиме онлайн, где сначала система предложит родителям список по месту жительства, а если по каким-то причинам они не устроят родителей, последние смогут остановить выбор на любой из существующих школах Бишкека. Все вопросы можно обсудить также по телефону горячей линии, дозвониться на который можно будет с любой точки мира. После столицы автоматизированную систему в течение пяти лет планируется запустить и во всех региональных школах страны. В этом портале все прозрачно, сколько школ в Бишкеке. В каждом районе, в каждом микроучастке сколько школ. Зеленым цветом будут отражаться все те свободные места во всех школах в любом районе Бишкека. Это может быть и по трописке место жительства, а может быть просто по фактическое место жительства. И вот исходя из каких-то своих потребностей, посмотреть и выбрать определенную школу. Записаться, зарегистрироваться и после этого отнести уже документы и быть готовыми к школе. Кыргызстанец стал героем в Казахстане. Казахстанские СМИ накануне распространили видео блогера Аделета Новойбаева, ошибочно посчитав его жителям Астаны. Речь идет о прошлогоднем флешмобе, который был запущен во время аномальных холодов в Кыргызстане. Аделет призывал тогда жителей города Бишкек подвозить замерзающих на улице людей и помогать им. Флешмоб так и назывался «Довези людей по пути». Журналисты Казахстана накануне опубликовали это видео с призывом поддержать идею жителей Астаны. Сам автор публикации отнесся к этой ошибке с юмором. «Я стал почетным жителем Астаны. Рад, что мой флешмоб дошел до Астаны», – написал пешкетчанин на своей странице. Отметим, в Казахстане сейчас аномальные морозы. Только за сутки в Астане 14 человек получили обморожение. В Кастанайской области две женщины уже умерли. В нескольких регионах отменили занятия в школах. Самые низкие температуры до минус 45 градусов зафиксированы на востоке страны. В эти дни аномально холодно даже в южных регионах. По сообщению Каз Гидромета, аномальные морозы продолжатся. Отличились кыргызстанцы и в Якутии. Таксисты из Кыргызстана в холодную погоду бесплатно подвозят пенсионеров. Об этом сообщили пользователи в Facebook. На видео женщина преклонного возраста по имени Галина Григорьевна благодарит таксиста. Последний в ответ пожелал ей и всем пенсионерам от имени кыргызского народа здоровья и долголетия. И пообещал, что подобные акции для пенсионеров продолжатся. Это не первый случай, когда кыргызстанцы за рубежом подают хороший пример. Ранее московский таксист Хайра Тентемишев прождал клиентку у ее дома в 8 часов, чтобы вернуть ей забытую в такси сумку и деньги. Я хочу поблагодарить кыргызских таксистов. Потому что они очень хорошо относятся к нам, к пенсионерам. Бесплатно даже может туда походишь. И это у меня уже не первый раз я была с таким таксистом. Галина Григорьевна, пользуясь случаем, я хотел бы от кыргызского народа пожелать всем пенсионерам здоровья, долголетия. И на этом пока все. Журналисты телекомпании НТС продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.